Я всех приветствую на своем канале Инфам и Инфам, и с вами Лена. Сейчас весна, все вокруг цветет, и в моей квартире тоже. Когда-то вы просили мне показать свои комнатные цветы, я с удовольствием это делаю. Покажу также цветы на балконе, а перед тем также покажу, как мы эти цветы покупали. И все, что вообще в магазине продается из цветов, потому что выбор необыкновенный. Ну что ж, давайте посмотрим, что же у меня находится дома. Прошу всех любить и жаловать. Вот моя орхидея, одна из моих орхидеев, у меня их три. Это сейчас та, которая у меня цветет. Вот такие вот у нее очень красивые бордовые цветы. Вот такие вот ножки. Затем у меня вот такая вот, которая тоже скоро зацветет. Я думаю, если я еще не выставлю видео до того времени, то я обязательно вам еще вставлю фото. Орхидея, которая, к сожалению, мне больше цветов не дает. Причем не дает она очень долго. Вот она. Она себя хорошо чувствует. То есть, смотрите, у нее крепкие листья. Их тоже немало. У нее хорошо выглядят сами корни. Она в специальном таком вот горшке для орхидеи, чтобы вода, если стекала, то она не была в воде. Хотя я обычно всегда вставлю в раковину, пока вся вода не выйдет. То есть, в принципе, она себя чувствует хорошо, но цветов она не дает. Показываю вам свою фиалку. Но она уже вся, видите, отцвела. Я оставлю фото, когда она у меня цвела, как она выглядела. Но вот сейчас, к сожалению, все ее время прошло. Вот, пока я вам делала видео, кстати, за эти пару дней у меня выросли новые бутончики у моей фиалочки. Так что скоро у меня снова будут цветочки. И просто хотела дать маленький совет, может, кто-то не знает, то, что фиалку поливать надо не сверху к обычной цветы, а наливать теплую воду в блюдечко или просто в какой-нибудь горшочек и туда ее окунуть. Дать потом стечь в воде и поливать ее надо не слишком часто. То есть, она не любит много влаги. Вот такие вот, в общем-то, нехитрые советы. И тогда у вас будет фиалка себя чувствовать хорошо. И будет вас всегда радовать своими цветочками. Ну и рождественская звездочка, которую очень себя хорошо чувствую даже после Рождества. Вот такая вот она у меня красивая. Одно тоже из моих очень любимейших растений. Это колонхоя. Почему люблю? Потому что оно очень долго цветет. Не требует какого-то особого ухода за собой. Всегда вот такие вот милые цветочки имеет. И крепкие листья. То есть, у меня вот такое вот большое растение. Вот это вот у нас новичок. Называется это деревце ацелин. Его купил мой муж. Вот. И сейчас я покажу со всех сторон, как оно выглядит. Вот так вот. Я обычно еще люблю всегда покупать цветы. У меня всегда срезанные цветы дома. Потому что, ну, все-таки, когда цветы всегда добавляют другое настроение. Выглядит всегда очень красиво. Поэтому одни из моих тоже любимейших цветов срезанных это лютики. Или ранункулос, как их еще по-алатински называют. Так что, вот такая вот у меня красота. Все цветет в доме, прям выглядит цвет. Конечно, очень красиво. И вот такая еще у меня композиция. Это пальмовая такая вот ветка. Снова же один лютик. И вот такие вот веточки. Сейчас мы находимся на кухне. И на кухне у меня растет вот такой вот лавровый листик. Такой вот мини-кустик. И каждый раз, когда я готовлю, мне нужен лавровый лист. То я срываю по листочку. И когда будет тепло, мы его уже переместим на балкон. Вот. И все у нас дожидается. Здесь, видите, такая мини-теплица. Мы сюда потом посадим базилик. И все такое, всякие травки. Здесь у меня растет вот такая вот пальма. И, ну да, в общем-то, пальма как пальма. Она с нами переезжает из одной квартиры в другую. И вот так вот она у нас стоит на полу. Вот здесь у нас растет такое вот фикусовое дерево. Оно будет побольше, потому что его собрат живет у нас здесь. На такой вот еще совсем маленький. Вот. Потом у нас еще вот такое вот дерево растет. Тоже листики. В общем-то, нам его подарили недавно. Свекровь подарила. Были вот такие вот, в общем-то, маленькие веточки с маленькими листиками. Смотрите, как он вообще разросся. Это что-то с чем-то. Вот, потом будет нам тоже цветы давать. Будем с нетерпением ждать. Мы с мужем зашли в магазин стройматериалов, кое-что выбрать для дома. Ну и, конечно же, мы не могли пройти мимо отдела с цветами. Здесь есть цветы как комнатные, так и растения для улицы, которые находятся тоже на улице. Растения и деревья. Мы долго ходили, бродили, смотрели, наслаждались, нюхали. Посмотрите, какой огромный выбор. Как здесь можно вот прийти и что-то только одно выбрать. Конечно же, мы ушли просто полной коляской всевозможных растений. Повыбирали минимум, что мы могли взять с собой. И вот видите, вот здесь колонхоя цветущая. Это уже будет у нас внутри. Затем мы возьмем еще маленькие наглазки. И все вот это вот у нас будет расти. Такая красота на балконе. Здесь даже продаются лимоны. Вот, не знаю, в этот раз мы как-то лимон решились не брать. Но может в следующий раз. То есть, ну действительно есть все, что только вам угодно. Я думаю, многим из вас будет просто интересно, какие вообще цветы существуют, какие разновидности. Поэтому я просто оставляю вам отрезок видео. Наслаждайтесь цветами. А мы с вами встретимся через минуту. К сожалению, отрезок видео с цветами на балконе куда-то подевалась. Так я его и не нашла, поэтому вставила вам фотографии. Как видите, у меня растут всевозможные там нарциссы, гиацинты. Они такие наглазки. Тот же колонхоя, который во всю цветет. И у меня на балконе такая вот цветотерапия. Выглядит, конечно же, это потрясающе. И сразу же поднимает настроение. А в самом саду у меня растила моя магнолия, звездочная магнолия. Вы могли ее видеть в прошлом году. У меня видео на фоне. Надеюсь, что видео вам понравилось. Если да, то ставьте пальчики вверх. Кто еще не подписан, обязательно подписывайтесь. И я говорю вам до следующей встречи в новых видео. Всех целую. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok